хоба привет с вами доктор влад у нас 4 4 с половиной градусов ну тепла тепла пока тепла прежде чем начать разбирать тут новости да вот не часто приходит вот сейчас опять пришло влад добрый вечер но это в комментариях но в этом health for review вот влад добрый вечер как переехать в россии из россии в сша с чего начать и дается тут имел и все такое прочее ребят не пишите марат напишет ребят не пишите я этим не занимаюсь совершенно я переехал сюда 15 лет назад еще первые пять лет я как-то помню как это делается был в курсе интересовался удивлялся как я сюда попал в конце концов да вот а сейчас мне до такой степени по барабану тем более я личными письмами вообще не занимаюсь они с кем не веду никакой переписки вот идите на пора валить смотрите ну или в конце концов у меня вот здесь на канале полно и полно роликов я вот первое время говорю еще помнил интересовался я там рассказывал как уехать без денег даже не где-то был ролик как уехать молодому нищеброду в америку да я даже помогал кому-то там потихонечку вот ну ребят сейчас этим не занимаюсь вообще и личные переписки я не веду ни с кем вот такой человек в белоруссии на протестах задержано почти 200 человек вот такие дела в ходе воскресных протестов акции прошли в минске гомеле витебске светлогорске ну общем везде везде только в минске было 60 человек задержано всего 200 вот такие дела творятся в минске в российской академии наук сообщили об исчезновении антитела 20 процентов перенесших коронавирус ну вот так вот в россии все воруют ребята примерно 15 20 процентов людей перенесших коронавирус в течение одного-двух месяцев полностью теряют антитела то есть можно опять заболеть даже сколько угодно особенно это касается тех кто перенес инфекцию бессимптомно да вот так мэр ялты иван им грунт скончался от коронавируса а а чё же так вот вот да почему в петербурге он не в ялте там болел то в петербурге в италии выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки и сколько это у них какой у них рекорд 11 705 это воскресенье был а сегодня понедрельник уже да итальянцы вот чё там разболелись следственный комитет начал проверку данных о массовой дибели рыбы в калмытии мрак аршань зельменской водохранилище калмытии об этом сообщает риан новости ранее в соцсетях было опубликовано видео с водоема на берегу которого лежит много мертвой рыбы я видел это видео там не только на берегу она и в воде плещется мертвой и чё там такое мур рыбы в реке артёмовка кошмар какой-то да опять да так и что такое крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей китайский веслонос больше его не видят и в неволе ни одной особи нет это большая большая рыба такая наиболее часто причиной их вымирания называют загрязнение воды и строительство плотин так вот ооо ребята большая рыба то между прочим она там где-то здесь было а вот в длину до семи метров а наиболее крупные рыбы весили примерно полтонны пресноводные ребята это в реках где-то да все человек загадил загадил человек все так это нужно написать нет спасибо трамп сразиться на выборах 2024 году если проиграет байден но сетя пауду выпустят к тому времени потому что я я почти уверен что трампа посадят в тюрьму за все его приключения да потому что сейчас он ну президент как неудобно президента да товарищ президент пойдемте в тюрьму не нельзя вот а как он только его вытянуто оттуда под зад сразу пойдет в тюрьму сын черчесова пришел в себя после потери сознания в матче пфл пфл это футбольная лига наверное да вратарь удар коленом в голову да что это за футбол такой удар коленом в голову потерял сознание да он является сыном главного тренера сборной россии ну на милиция на акции в минске открыла стрельбу резиновыми пулями но они резиновые резиновые но они могут знаете как повредить они здоровые те резиновые пули ну вот да стреляли якобы в воздух из-за того что демонстранты бросали в них камни там что-то обстановка еще более напряженной становится сша пригрозили санкциями всем участникам продажи оружия ирану я вам говорил вчера что 18 октября вот сегодня 19 уже все ирану можно и продавать и покупать оружие оружие санкции все закончились на вот американцы все равно против ни одно государство желающие мира ближнего востоку не должно помышлять о продаже оружия ирана это помпео так пишет да госсекретарь сша в следственном комитете может появиться бесконтактный комплекс определения эмоционального состояния человека это устройство анализирует характеристики голоса мимику движения глаз чистоту моргания движения тела как эта фигня да и где из-за боли в россии в санкт-петербурге о и сразу определяет расчленен человек или нет это же санкт-петербург жириновский подложил запретить выезд из россии все всем запретить все идите в баню и сидите там вместе жириновский дебил сбежавшего из коронавирусной больницы россияне нашли мертвым что-то бегут из из больниц до россияне избежавшего из больницы для зараженных коронавирусом нашли мертвым в лесу об этом изданию рассказали ттт пропал еще в июле покинув стационар цгб в нижнем тагиле пояски пациента продолжаясь несколько месяцев привели к обнаружению тела странно да два российских бойца мма поддержали обезглавившего учителя во франции чеченца ну и кто тут зелим имадаев и альберт дураев вот отделиться вы им надо как-нибудь да всем вот этим вот вы меня поняли выбросила из окна это лена миро на живом журнале ну вот насчет этой мамы до который выбросил детей из окна в саратове и вот он оказывается там знаете как она их выбросила потом полезла себя ножом и хотела сама выпрыгнуть но ее поймал за ноги ее отец и не пустила она стала жива оказывается именно так тяжело женщина переживала свой развод пила антидепрессанты судилась с мужем по поводу раздела имущества и так далее вот она спрашивает лена мира где были социальные службы и где были ситуации явно не простая женщина принимает антидепрессанты есть кто-то выписал и почему участковый не в курсе всего вот этого почему допустили вот я что-то не пойму сама вот эта лена мира она тупая или хитрая вот зачем она сдать такие вопросы неужели она сама не видит что все давным-давно развалено ментам наплевать этим теткам и соц обеспечения тоже давным-давно на все наплевать в россии всем на все наплевать она задает вопросы как нормальный как в обычной стране где социальные службы и так далее ну ну в общем вот так вот все таки мне кажется она хитрая она не может не понимать что в россии россии как государство себя давным-давно исчерпало и такие вопросы задавать мне нет смысла просто тем более саратов момент падения детей с эскалатора в московском торговом центре попал на видео еще дети теперь падают с эскалаторов но только корову с вертолетов не падали а так все уже отовсюду из окон падают вот двое детей упали с эскалатора девочка в сопровождении сестры пытается встать на эскалатор вместе с коляской в котором сидит еще один ребенок в какой-то момент коляска начал падать вперед девочка полетела вслед за ней и вообще все туда полетели но все живые оставались и то хорошо что доказано помочь 17 но этот самолет туда который сбили боинг и кто виновный россии давно пора было это сделать а лучше вообще признать сам факт ну что сбили но в общем это это по 5 они в воду в ступе толкут ну конечно давным-давно надо было признать а сейчас а сейчас признает мир а россия откажется ото всего да чё об этом писать станислав садальский галкин не прихвостень молодец в отличие от телепроституток садальский хвалит галкина потому что галкин вдруг весь взъелепенился на тиграна киосаяна но это конечно правильно но почему-то я вот садальского не люблю а знаете почему я ему не верю вот он какой-то сейчас из себя весь напыщенный как петух ходит вот а на самом деле внутри у него гнильцо это у меня такое ощущение может быть вам садальский нравится я не навязываю авиакомпания россия открывает регулярные рейсы из санкт-петербурга в женеву а ну это к своим любовницам да кто-то будет летать зачем ну ладно анастасий заворотнюк вышел на связь с малаховым ттт выпуск передачи был посвящен дню рождения баскова заворотник малахов заявил что заворотнюк хотел позвонить студии поздравить певца ну чё она живая да живая живая но уже хорошо тоже там какое-то шоу непонятно о твиттер пошел вон rush a today минск путинских пропагандонов за их подлость ложь и разжигание гонят в шею уже в беларуси да вот тут роличек ты кто такой rush today ну-ка ну чё с этим тут вашу подлость и ложь переплюнуть просто нельзя натаскали вас как четвероногих да так и есть они четвероногие все еще одна экологическая катастрофа теперь в калмыкии и ничего нет никому ничего за это не будет куча куча рыба лежит на берегу ну то что я расскажу только что ну да черт возьми директором отеля пекин при солнцевских но помните солнцевская группировка был директором был бандит константин георгиев казик убивал людей сам был застрелен приметом казике нашли телефон и записную книжку в ней номер его подруги марины балакиревой сейчас марина балакирева глава департамента минобороны заправлять деньгами шойгу да вот так вот они такие бандиты и бандиты все и до сих пор в россии 50 миллионов бедных 20 миллионов нищих 75 тысяч беспризорников 12 миллионов аварийного жилья ни войны ни революции не понадобилось хватило правления путина ну в общем да ужасе ужасе власти подмосковья потратят 50 миллионов рублей на то чтобы следить как о них пишут в сми и соцсетях подкиньте до 50 миллионов хватило бы минимум 25 тяжелобольным детям на лечение но если реально отдать деньги детям то не распилишь и не украдешь все правильно и вот комментарии после таких сообщений хочется уйти из твиттера и ничего больше не слышать ни об одном из решений этих мерзавцев во власти но невозможно уже это читать обсуждать злиться что ничего не можешь сделать а только теряешь силы от переживаний в каком дерьме живет страна а ты бессилен так вот но это мне вообще не понятно в городе спутники волгограда суд отказался признать колясочника с дцп недееспособным и даже наоборот заключение было отмечено что ребенок спокойно может идти в армию и воспитывать детей вперед товарищ пора в последний бой за дядю вову а волшки да инвалиды колясочника из волшского признали годным кармией инвалид колясочник с дцп до так а это что такое о о доступный способ иммиграции это значит тут ну на твиттере тоже приезжаешь в финляндию покупаешь симку делаешь вверенную рассылку дикпиков по рандомным номерам ну пара по любым номерам дикпики но я вам говорил что такое то фотография мужского хозяйства да делаешь вверенную рассылку ждешь ареста сидя в финской тюрьме живешь лучше чем в своей шушарской однушке и каждый третий месяц повторяешь рассылку это знаете на что написано в финляндии хотят криминализировать отправку фотографий пениса за непрошенные снимки предлагается сажать тюрьму на 6 месяцев но был же такой фильм хочу в тюрьму туда был такой фильм так и еще смотрите какая новость очень странная совершенно логично и ожидаемая новость а чем же прививать скотов российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным препаратом и вот здесь дальше статья ребят это лента у а я не знаю насколько это все правдиво да вот российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным препаратом об этом на своей странице фейсбук сообщил руководитель российской биофармацевтической компании научный сотрудник института биохимии и биофизики ран александр кудрявцев состав вот он рассказал это даже не прошлое поколение это вакцины из ветеринарии там есть вакцины такие пептидные от ящура которым колет скот миллиграммовыми количествами антигена ну типа если подохнет не страшно главное чтоб заразу не разносил но никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть вот это людям оказывается пришло в голову одному из ведущих научных учреждений россии для сравнения в обычной вакцине от гриппа всего 45 микрограмм антигена да это не всеми приносится нормально поэтому делают такие грипп пол плюс где каждого антигена всего по 5 микрограмм вот а пара в российской вакцине созданы центром вектором целых 225 микрограмм антигена это лошадиная доза да вот такие дела ребята вот такие дела что из себя представляет вакцина дети в подвале играли в к вид дворник чипирован был и привит и последняя попросила мужа купить килограмм картофеля и половину почистить тихо не ржать а вы говорите блондинки и посмотрите фотографию что сделал муж половину почистил так и кусочек вчера мы женой записали ролик про нетрадиционную медицину в сша он уже на платном канале есть посмотрите кусочком поставлю пока с вами доктор глад 4 ага пошла запись здравствуйте это татьяна и владимир воскресенье прошлый раз татьяна немножко коснулась медицины вот рассказывала и я посмотрел много просмотров довольники людям интересно и вот сегодня мы продолжим эту тему и меня тоже часто спрашивали вообще вот насколько в америке популярны все вот эти вот нетрадиционные методы лечения вот татьяна что ты можешь об этом рассказать ты с этим сталкивалась сама здравствуйте сегодня 18 октября воскресенье погода мерзкая льет дождь и плюс 4 градуса всего-навсего ну в общем погода не осенняя уже зимняя ладно все равно надо поднимать себе настроение и заниматься если не на улице чем-то то где-то в помещении под крышей но чем-то заниматься просто так сидеть лежать это не дело ну хорошо ладненько что касается нетрадиционных методов конечно здесь в америке большинство населения больше придерживается и доверяется своим традиционным врачам своей традиционной медицине вот но однако же есть достаточное количество жителей которые в общем то прибегают к услугам так называемой нетрадиционной медицине как у нас ее называли но к этой нетрадиционной медицине больше всего относятся китайские врачи вот мне самой пришлось побывать у такого врача вскоре после того как я сюда приехала при том эти китайские врачи которым люди ездят и которым еще большие очереди надо записаться заранее они находятся в чайна-тауне чайна-таун это китайский город и в чикаго он большой ну говорят что в нью-йорке там лос-анджелесе больше ну не знаю я там не была но у нас приличные чайна-таун чайна-таун вот и там значит есть китайские врачи ну что вам сказать они конечно не имеют американских дипломов врачей традиционной медицины но они имеют какие-то лайсенсы без лайсенсов здесь не лайсенс это лицензия да вот володя подсказывает вот им не разрешили бы принимать пациентов вот и рецепты они не имеют права никакие выписывать но собственно на нетрадиционную медицину рецепты не выпишешь скажем так вот ну значит у меня близкие друзья с которыми я училась в институте еще там в той прошлой жизни в советском союзе они здесь живут гораздо дольше меня и вот они значит пользовались очень очень часто и успешно этими этим китайским врачом которого они которому они меня повели вот ну значит он определяет многие вещи происходящие в твоем организме по пульсу вот в то время у меня предполагали онкологию и поэтому я решилась пойти к нему они меня повезли вот но он по пульсу у меня определил что никакой онкологии у меня нет и он сказал что в принципе у вас ее и не будет ну как оказалось в дальнейшем действительно это был диагноз поставлен мне ошибочно и действительно у меня не получилось с онкологией ничего и слава богу вот то есть у тебя есть онкология или нет онкологии нет нету нету и не было ну просто тогда этот русский в русском в офисе русскоязычного врача он мне позвонил после обследования по результатам обследования по телефону и сказал что я не хочу вас пугать но у вас онкология а китаец отрицал и как в дальнейшем оказалось по тестам которые я повторно делала уже в другом офисе и все никакой онкологии у меня не оказалось вот да китаец все определял по пульсу да а